Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у меня в руках замечательная ляля. Сейчас я вам ее буду показывать. Но перед этим напомню, что с 10 по 12 декабря 2021 года в магазине Ламни с промокодом ARCHADER12 скидка 12% на абсолютно весь товар, включая тот, на который уже скидка есть. В том числе на этот нож, если позволит, как говорится, переслать законодательство. Нож этот стоит, в зависимости от того, куда он поедет, от 300 евро на Ламни. Но, как вы знаете, там действительно в каждую страну разная цена и в каждую страну разная доставка. Это нужно смотреть именно на сайте. Так, поехали! Что я хотел сказать. Нож этот памятный. Он не является сувенирным. Сам по себе нож просто охренительный. Причем я бы, конечно, его сделал лучше бы кинжалом, потому что он прям реально такой вот кинжального строя, скажем. Но пускай будет ножом. Так вот, этот нож разработан специальным оперативным вертолетным полком итальянской армейской авиации РЕОС. Это вертолетное оперативное подразделение, которое обслуживает спецназ, специально обученный для поддержки военных действий в каждом каком-то оперативном контексте. И вот эти вот крылья, которые... Что только я не слышал по поводу этих крыльев, они на самом деле включены просто именно в герб самого по себе РЕОС, самого этого полка. Вот. Доступен этот нож в двух вариантах. Значит, Ординанза с сатинированным клинком. Сатин у Экстрема Рацио очень красив. То есть мне вот... Те ножи, которые мне попадались, мне очень нравится их сатин. Он такой достаточно глубокий, такой прям вот, ну, видимый, такой четкий. И Эрмис оператива, который у меня сейчас в руках, это именно с обжигом. Длина ножа 265 миллиметров, длина клинка 140 миллиметров, толщина по обуху 6,3. Все по красоте. И это автоматически делает этот нож хозяйственно-бытовым в Российской Федерации. То есть здесь именно вопрос исключительно только сертификации и вопрос того, зададите ли вы данный вопрос ламни или нет. Почему? Потому что уже есть прецеденты. Ну, и 6,3 это 100% хозбыт в России. Ну, как бы, как бы вот. Финиш клинка традиционный для Экстрема Рацио. Это обжиг Мил Си 13 924. Сталька традиционная. Н690 на 58 единиц по шкале Роквелла. Сто раз говорил и еще раз повторю. Это идеальное решение. То есть на самом деле, лично спрашивал, опять же об этом рассказывал. Когда с Мауром Чеостримом разговаривали, он именно сказал, что выбрали Н690 как базовую именно. То есть они берут оригинальную, Беллеровскую Н690 за ее именно механические свойства плюс нержавую участь. И всегда калят на 58 единиц. Почему? Потому что большинство подавляющих ножей Экстрема Рацио это именно ножи оперативные. Это ножи тактические, ножи какие-то выживальщицкие и так далее. И там 61-62 роквелов вообще нахрен не вперлась. 58 единиц это, как говорится, то, что доктор прописал. Так, рукоять здесь ФРН. Не резинопластик, а именно Fiber Reinforced Nylon. Сквозной разборный монтаж и вес 229 грамм. Ножны кайдексны. К ножнам. Ножны у нас имеют здесь просто... То есть я не удивлен тому, что сами вертолетчики участвовали в разработке этого ножа. Почему? Потому что здесь по факту, смотрите, ну, во-первых, конечно, дополнительный клапан на двух кнопках. Как же я сильно не люблю эти клапаны. Это действительно очень-очень мне прям вообще не нравятся они. Почему? Потому что нож сам по себе сидит очень плотно в ножнах. Но с другой стороны, для какой-то дальней транспортировки и прочее-прочее, пусть будет. Почему нет? Дальше. Как вы видите, здесь две стропы подмолились сверху и снизу, пластиковые. И они именно сделаны таким образом, что ты сразу крепишь нож так, как тебе нужно. Его можно буквально носить на ремне, буквально носить на ремне, как угодно крепить на снаряжение. И в том числе, как вы видите, вот сама по себе вот эта вся конструкция, она в случае чего снимается, вы можете просто пустой нож с ножнами положить буквально в карман. То есть здесь ножны настолько мультифункциональны, насколько, в принципе, можно представить себе. Максимум выжат. Их плюс заключается в том, что при достаточно скромных размерах ножа, как я сказал, 256 мм общая длина, посмотрите, за габариты ножа ножны практически не выходят. То есть здесь действительно, ну вот нож, вот ножны. Обычно, обычно, ножны подобного плана, их делают вот такенную, вот еще петлей дополнительной там и так далее. Здесь все сделано в габаритах практически ножа. Просто суперское решение, не перекаченные, не перее, скажем, они, ну, нет вот этого вот ощущения громоздкости ножа. Так, совершенно четко сидит нож в ножнах без вот этого дополнительного клапана. И как вы уже увидели, ножны у нас симметричные. Под правую, под левую руку никаких танцев с бубнами. Рукоять симметричная, ножны симметричные. То есть под правую, под левую руку сразу же без каких-либо перестановок. Клапан этот, если вы хотите, можно сделать, как говорится, по ходу движения или против хода движения, по вашему желанию. Так, при этом нож извлекается из ножен именно что, ребята, рывком. То есть здесь нет привычной нам вот этой вот педальки под палец. Оно и понятно, потому что они именно сделаны под такого вот кинжального типа нож двухсторонними. То есть здесь некуда упереться пальцем. Здесь именно для того, чтобы нож извлечь, ты просто берешь, он извлекается довольно просто. Нож. Значит, если кого-то напрягают вот эти крылья, сразу скажу, это ни в коем случае не нацистская символика. Но, ребята, почитайте историю. Почитайте вообще историю, начиная с того, откуда, в принципе, орлы взялись в третьем рейхе. Ну, это я так намекаю. Вот. Дальше идут одни сплошные восхищенные маты. Несмотря на то, что у нас здесь прохладно, я сниму перчатки с вашего позволения. Вот как раз-таки на холоде, там, где резинопластик, он твердеет, то ФРН, он, в принципе, всегда достаточно скользкий. Здесь это не проблема. Почему? Потому что у нас есть вот такие вот выемки под отверточный хват и две очень глубоких выемки с двух сторон, для того, чтобы именно сам по себе нож держать. Вот. Я нож держу. У нас просто шикарнейший, просто шикарнейший диагональный хват. Причем, именно, посмотрите, за счет того, что здесь под большой палец, под большой палец у нас идет вот такая вот серьезная выемка, за счет этого нет дискомфорта при диагональном хвате. Обычно, если у вас рукоять прямая, если у вас рукоять именно идет какая-то стандартная, с прямой спиной, и идет вот эта вот гарда верхняя, она именно прямая, палец упирается, начинаешь там что-то придумывать, объяснять себе, рассказывать о том, что, бляха, ну, зато же безопасно, я ведь там, ну, не поранюсь, там, я могу им там работать и так далее, здесь сделано именно так, что ты берешь, вот, раз, у меня хват просто идеальный, то есть палец вот сюда, раз, соскользнул, все. Отверточный, опа, видите, под правую, под левую руку, хоп, все четко. То есть вот эта вот капелька, она предназначена для большого пальца, и здесь все четко фиксируется именно через выемку. И пошла плясать в губернию. То есть нож, действительно, он такой прям боевой-прибоевой, и его реально не под колбасу, как говорится, затачивали. То есть обратный хват, вот он, пожалуйста. И самое прикольное, то, что молоточный, просто суперский. Здесь при молоточном хвате немножко, конечно, не хватает толщины рукояти именно под указательным и средним пальцем, но я уверен, что даже построгать этим ножом удастся совершенно грамотно, совершенно спокойно, с учетом, конечно же, того, что может немножко крутить, потому что рабочая зона кромки, она будет примерно вот здесь. Крылышки. Вот, еще один момент, ребята. Самое главное. В жизни этот нож очень-очень легкий, верткий, и он небольшой. Он на фотографиях кажется каким-то, сука, просто этим самым спартанским, каким-то легионерским мечом. Вот, я фотку посмотрел, действительно, ну как-то вот, ну, впечатление просто, вот, что за это сам. Он взял в руки, это что-то а-ля Кобры, это что-то а-ля именно такого, это действительно такой очень легкий, жесткий, агрессивный, тактический нож. Вот, прям, действительно, бомба. Вот это вот я забыл в самом начале сказать. Так вот, крылышки эти, они не напрягают от слова совсем. То есть, во-первых, это красиво, это действительно, если вы, там, вертолетчик того самого подразделения Реос, то для вас это лишний понт в том, что это именно ваш нож, вами придуманный и прочее, прочее. И, конечно же, здесь, если мы воспринимаем некий боевой контакт, я сейчас не буду говорить про ножевой бой и так далее, и так далее, но в любом случае, если вы наносите какой-то удар, какой-то укол, если у вас идет какое-то противостояние, какой-то ножевой клинч, назовем это так, то у вас любой входящий клинок, он просто вот автоматически вот сюда и вот сюда попадает. То есть, совершенно четко, рука, опять же, если в перчатке, совершенно четко все защищено. Сам по себе клинок очень красивый. Конечно, это лом, конечно, огурцы им резать, то еще будет удовольствие. Почему? Потому что здесь будем считать, что вот эти вот глубочайшие, глубочайшие, мощнейшие долы, и при 6,3 мм ширины клинка здесь на сам по себе спуск приходится, ну, хорошо, если сантиметр, понимаете? То есть, это где-то треть только на спуске приходит. То есть, это в любом случае, конечно же, пырельник. Это в любом случае, это именно такой вот, ну, здесь все четко, совершенно прописано. Куча разных, невероятно породистых надписей с одной и с другой стороны. Уже за эти надписи только стоит этот нож полюбить и захотеть. Кусок обуха оставили, опять же, с рабочими целями. Здесь немножко такие сделали фальшаки, но кусок обуха оставили именно там, если нужно где-то там поддавить, что-то подстукать. Молодцы! Здесь, как вы видите, еще дополнительные у нас, сейчас, подождите секунду, дополнительные доллы, именно здесь, в этих доллах написаны Made in Italy и Extremo Razzio. И дальше идет фальш-лезвие, дальше идет симметрия, дальше идет красота. На самом деле, я могу сказать, что если мы сминусуем резательный момент за счет низких спусков, то, по факту, это один из самых красивых ножей, которые, вот именно тактических ножей, кинжального типа, которые я когда-либо держал в руках. Потому что он реально, вот здесь все, рукоять, все продумано. Рукоять, разумеется, здесь разбирается. Забыл сказать, что хвостовик выходит, вот здесь у нас отверстие для темляка, и хвостовик у нас выходит таким конкретным скал-крашером и глаз-брейкером. То есть, прям, со всей силы можно лупить, выбираясь откуда-то там из кабины, все это можно разбивать. В общем и целом, у меня уже мигает лампочка, резюмирую. Шикарнейший нож, шикарнейший. Экстрема, как она есть. Брутальная, долая, все прям такое вот выпуклое, все такое агрессивное. И невероятно под руку, невероятно усидчивая именно в руке. Браво, Экстрема Рацио, браво. Просто зацените. За-це-ни-те. Красота, красота. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok